Добрый день! Рад всех видеть! Так, коллеги, подключаемся. Как меня видно, слышно, напишите, пожалуйста, плюсики, минусики. Ага, отлично. Так, нас уже 430 человек, но давайте, надо же нам до 500 дотянуть. Приглашайте, пожалуйста, своих друзей, кто онлайн. Сейчас я вам всем дам ссылку для гостевого хода. Коллеги, вот ссылка, пожалуйста, перестаньте ставить плюсики. Коллеги, а ссылка, которую я дал, давайте сейчас тем знакомым, кто у вас онлайн, они смогут зайти тоже без регистрации. У нас сегодня очень важное мероприятие, у нас сегодня специальный гость. У нас сегодня очень интересная тема. Вот, давайте стандартно, наверное... А, ну у нас стандартно проведем опрос, да, пока люди подходят, потому что, как правило, у нас 3-4 минуты есть опоздавшие. Вот, поэтому давайте их подождем, и пока проведем опрос среди тех, кто пришел. То есть, какой раз вы на конференции? Это наш стандартный опрос. Коллеги, прошу вас, голосуйте. Чтобы проголосовать, нужно выбрать вариант ответа и нажать «Голосовать». То есть, опрос идет вот здесь вот. То есть, не в чате голосуем, а именно вот в опросе. Коллеги, сегодня у нас экономическая тематика. Сегодня для вас выступит Сибирюков Сергей Анатольевич, специальный гость, которого мы анонсировали. Сергей Анатольевич его сам представит тогда, задаст тематику и так далее. Вот, Сергей Анатольевич, ну давайте, пока люди голосуют, вы подключаетесь, начинайте вещать, вот, и тогда перейдем дальше. Сергей Анатольевич, если меня слышно, если все в порядке. Друзья, как звучит, как слышно? В порядке все, да? Ага. Вот. Добрый вечер. Начинаем очередную работу. Как мы говорили, что формат мы несколько будем менять. Вот. И сейчас, как вы видите, мы будем работать с экспертами, приглашать экспертов очень высокого уровня. Вот сегодня у нас в гостях Хазин Михаил Анатольевич. И как вы видели перед началом, очень приятно, что сначала был я у него в гостях на РБК, мы записывали это более четырех лет, наверное, назад интервью. Но если сегодня посмотреть, так, выключите видео, идет наложение звука. Передача. Вот. Ну, это у нас бывает несколько раз, что интернет тормозит. Так. Сейчас тогда. Нормализуется звук? Как сейчас? Сейчас, подожди секундочку. Все, давайте, а то бывает. О, у нас привет из Болгарии. Болгария появилась. Поэтому Михаил Леонидович Хазин, то есть я с ним знаком довольно-таки давно, еще более 20 лет мы познакомились, когда вместе работали в Министерстве экономики, потом он трудился в администрации президента. Вот. Сейчас это один из ведущих экспертов у нас в стране в области именно теории кризиса, который заранее и намного раньше его и предсказывал, и описывал, и сейчас показывает пути, как сделать сегодня, что надо делать завтра, чтобы выходить из этой ситуации. Поэтому мы постоянно с ним долгие годы уже сотрудничаем, и как раз моя была задача – это донести до экспертного сообщества, и вот Михаил Леонидович, один из наиболее ярких его представителей, это то, что мы сегодня делаем и развитие транснета, как мы его позиционировали 4 года назад, сегодня он выходит под брендом Skyway, что это единственный возможный путь развития и путь выхода как евразийского пространства, так и экономики мировой сегодня в целом, потому что как раз тот шестой технологический уклад, ядром которого мы утверждаем будет являться технология Skyway и транснет, альтернативы для развития нет. И еще что очень интересно, я думаю, что Михаил Леонидович коротко сегодня расскажет и о кризисе, который возник, и что нас ожидает в ближайшее время, и второе, какие пути возможны, есть выходы из этого направления. И как раз для меня очень важно, почему один из первых экспертов, которым я предложил участвовать в нашей работе, потому что Михаил Леонидович является автором именно теории развития континентальных стран, которые сегодня получают возможность для развития в связи с дешевыми коммуникациями, то есть с системой транснет. И как раз то, что вы и слышали в интервью, и то, что сегодня Михаил Хайзин абсолютно четко и правильно утверждает, что другого пути развития, кроме как сейчас внутри континентального евразийского развития, на сегодняшний момент ни политически, ни экономически другого пути просто не существует. Вот поэтому, дорогие друзья, я с большим удовольствием предоставляю слово Михаилу Хайзину. По традиции вы можете дальше, чат мы сейчас будем останавливать, чтобы не отвлекать на работу, после того, как будут вопросы, можете задавать, а так по традиции пишите потом в почту компании или мне, мы будем переадресовывать эти вопросы и на следующих вебинарах будем с большим удовольствием на них отвечать. После Михаила Леонидовича я еще займу некоторое ваше внимание по теме, которую мы сегодня заявили и таким образом будем строить сегодняшнюю нашу работу. Все, Михаил Леонидович, приглашаю. Спасибо. У меня тут освещение сложное, поэтому не очень видно, слышно все, нет. Напишите кто-нибудь, слышно или нет. А, нормально, хорошо. Хорошо слышно, да. Значит, я хочу сказать сразу, что я не специалист по технике, и поэтому ничего не могу сказать по поводу того, осуществимо или неосуществимо, сколько будет стоить и т.д. и т.п. Это не моя тема. Я макроэкономист. И я как макроэкономист главную свою задачу, которую я перед собой поставил, ну там, не знаю, лет, наверное, 15 назад, ну, я могу сказать, наверное, где-то да, в 97-98 годах. 15 лет уже прошло, и эта задача разбирательства того, почему идет экономический рост. И мы разобрались, мы построили теорию капитализма. Ну, на самом деле, это некоторое продолжение теории Маркса по идеям уровня, которые есть продолжение идей Адама Смита. Значит, если смотреть на эту, как бы на ту концепцию развития, которой мы сегодня живем, последние 400 лет, ну, с начала 16 века, понимание этой концепции появилось уже в начале 17 века. Антонио Сера написал в своей книжке замечательную фразу. А про Антонио Сера мы не знаем, ни когда он родился, ни когда он умер, знаем только, что он написал книжку. Книжка известна. Ее, правда, тоже нужно интерпретировать, но тем не менее. Написано, например, так. Если вы хотите узнать, какой из двух городов богаче, еще посмотрите, каким количеством профессий владеют его жители. Чем больше профессий, тем богаче город. В переводе на русский язык, ну, так сказать, современно-нореческий, чем глубже уровень разделения труда, тем больше добавленная стоимость, которая образуется в экономической системе. То есть, иными словами, фокус следующий – происходит углубление разделения труда, происходит специализация и за счет этого вырастает производительность труда. А все мы этот процесс знаем. Он очень подробно описан у Адама Смита на примере пресловутой «Былаучной фабрики». Как всегда, не бывает так, чтобы мы получали плюс без минуса. Да, как писал Ломоносов, уже, правда, после этих событий, ежели где-чего прибудет, то обязательно где-нибудь что-нибудь убудет. Значит, плата за увеличение производительности труда – это увеличение рисков производителя. Ну, действительно, производитель должен встраиваться со своим товаром во все более и более сложную цепочку производственную, и при этом еще увеличивается временный разрыв. То есть, он должен делать закупки под комплектующие, под сырье, поплатить зарплату, арендовать помещение и т.д. и т.п. А продать свой товар он может только когда-нибудь. Потом и этот период, на самом деле, непрерывно растет. По этой причине существует вся история нашей цивилизации последние 400 лет – это история снижения рисков производителя. Для этого существует два типовых механизма. Механизм первый – это… но есть еще механизм третий, который не экономический, а рыночный – это монополизатор. То есть, когда вы уничтожаете конкуренцию полностью и заставляете клиента, которому категорически нужно платить, но тут есть свои проблемы. И два экономических – это кредит банковский, но еще финансовые технологии, которые позволяют перераспределять риски по экономической системе и расширение рынков. Если мы посмотрим, то до XIX века оба эти механизма работали, рынки расширялись, кредиты выплачивались. В конце XIX века наступил первый кризис, связанный с тем, что ни тот, ни другой механизм больше не работает. Я не буду сейчас вдаваться в историю, это достаточно длинный процесс, хочу сказать только одно, что расширение рынков – это обязательный фактор, который сопровождает экономическое развитие. Любые финансовые технологии довольно быстро заходят в тупик. Только за XX век было четыре кризиса, связанные с невозможностью больше через кредиты снимать риски. Это кризис 1907-1908 годов и последующая за ним депрессия, которую тогда называли великой. Это кризис 1932 года, за которым последовала вторая великая депрессия. Это кризис 70-х годов, из которого вышли регономикой, то есть кредитованием потребителя, которая, собственно, и привела к сегодняшнему кризису. И, наконец, это вот нынешний кризис. Отличие нынешнего кризиса от всех предыдущих носит абсолютно принципиальный характер. Отмечу, что этот принципиальный характер был отмечен еще Адамом Смитом, который в конце XVIII века написал, что естественное углубление разделения труда в замкнутой системе рано или поздно закончится, и в ней, соответственно, развитие остается. Отсюда однозначно следует такой философский вывод сразу же, что рано или поздно капитализм на земле должен закончиться. Потому что земля конечна. Когда рынок станет величиной с землю, то непонятно, что делать дальше. Первым это понял Маркс. Надо отдать ему должное. Может быть, потому что он не был экономистом, а был философом и юристом. И по этой причине его основная работа была посвящена разработке языка и методик, которые позволяли понять, что будет после капитализма. А, соответственно, и именно в этом направлении, в силу и интересности задачи, и в силу естественного роста этой идеи из Адама Смита, и занялась наука политэкономии, которую, значит, Адам Смит и придумал. А капитализм, в свою очередь, которому страшно не понравилась эта мысль, ужасно просто, что у него есть конец, он по этой причине начал разрабатывать альтернативную концепцию. Я не буду сейчас влезать в социологию, в философию, только историю, только за последние 30 лет капиталисты переписали три раза. Значит, история Второй мировой войны, как вы помните, начиналась с антигитлеровской коалиции, в которой коалиции СССР, США и Великобритании противостояли Тройственному союзу Германии, Италии и Японии, а закончилось это все тем, что нынешней концепцией о том, что свободный мир боролся с двумя тоталитарными диктаторами, Гитлером и Сталином. Какие у них, между ними были отношения, в общем, никому не интересно. Мы все прекрасно понимаем, что это как бы шито белыми нитками, но с точки зрения идеологии это работает. Ну, работало до недавнего времени. Сейчас эту тему закрыли, после того, как, собственно, известен день и час, когда закрыли, когда дали Гранину выступить перед Бундестагом. Все, идея отождествления коммунизма и нацизма, она на этом закончилась. Но не в этом дело, это уже отступление. Значит, принципиально важная вещь. Альтернативой политэкономии с точки зрения интересов капитализма является экономиксизм. Вот учебник экономикс. Специфика его. Да, если для политэкономии главный вопрос, что будет после капитализма, то экономиксистам этот вопрос, они его вообще не задают, потому что у них конца капитализма нет. Это тема первая. Поскольку из макроэкономики она вылезает естественным образом, я вот за три минуты сегодня объяснил, то по этой причине, если политэкономия идет сверху вниз, то есть от макроэкономики к микроэкономике, то есть через глобальные закономерности она пытается вытащить закономерности поведения компании, фирмы человека, то в экономиксизме все наоборот. Там от микро пытаются сделать макро. Современная наука это сделать не может, даже для сильно более простых систем. Я просто этим занимался, когда университет окончил. Невозможно даже, зная квантовую химию и понимая взаимодействие одноатомного газа, то получить из них конкретные параметры, скажем, аргона в бутылке, то есть температуру, давление и так далее, не получается. Невозможно. Что уж говорить про экономику, которая фактически означает нахождение в сильно неравновесной бутылке, где в разных частях разная температура, миллионов газов. То есть это задача, которая не решается сегодня. Ну и еще раз предупреждаю про табу. Конца капитализма нет, потому что его не может быть. Отсюда мы видим, что мы попали в тупик. То, что для Адама Смита и для Карла Макса было абстракцией, невозможность снижения риска производителя, сегодня стало реальностью. Целая куча инноваций, инноваций, целая куча инноваций, которые были озвучены в 80-е годы, в 90-е, в 2000-е, так и не пошли. И не пошли они по банальной причине. Потому что для того, чтобы их запустить в серию, чтобы они окупались, нужен спрос. А спроса дополнительного нет. Если мы посмотрим сегодня, например, на средний доход американского домохозяйства, то с учетом реальной инфляции по покупательной способности, это не моя оценка. Это оценка в том числе американских экспертов. У нас даже книжка выходила, американская книжка, которую я написал в предисловии. Они честно пишут. Реальный уровень дохода домохозяйств сегодня соответствует уровню 1962 года. Сегодня американские домохозяйства тратят на 3 триллиона долларов больше, чем они получают. А чем их реально располагаемые доходы. Если аккуратно формулировать. А в Европе 2,5 триллиона больше они получают. Эта система долго существовать не может. При этом в силу невозможности разбираться в проблеме, потому что марксизм опошлен и компрометирован, а в экономиксизме эта тема табуирована, а никто ничего не пытается делать. Что это означает? Это означает, что реальное получение прибыли с точки зрения отраслей. С точки зрения отраслей. Возможно, счет перераспределения. То есть вы можете получить прибыль только в том случае, если вы у кого-то отберете. И то, в силу общего кризиса, отобрать вы сможете меньше, чем есть сегодня. Завтра вы сможете отобрать меньше, чем есть сегодня у того, у кого вы отбираете. И по этой причине, для того, чтобы получить хотя бы 10, 20, 30, 40 лет, и, соответственно, чтобы выиграть за счет других, нужно придумывать абсолютно прорывные технологии, которые позволяют принципиально перераспределить себестоимость. Вот я когда познакомился с Сережей, и он, собственно, не стал рассказывать про Транснет, это был, наверное, год так, 2002-й. Я помню, он еще работал в этом самом, в налоговой службе. Я к нему заходил на эту самую, как же эта улица-то называется, господи, не помню, которая вдоль проспекта Мира идет мимо железной дороги. Значит, солнце светит. Так вот, чем замечательна, в этом, чем замечательна в смысле идея Транснета? Позволяет сделать задачу. Первое, она позволяет закрыть некоторые старые транспортные схемы, то есть, принципиально изменить финансовые потоки, да, конечно, это не понравится там железным дорогам, самолетам и так далее, вертолетам, и во-вторых, она сильно более дешевая, чем другие сухопутные средства, она мимо по себе стоимости с морскими путями. Если вы посмотрите, то видите, цивилизация всегда распространялась по морям, в крайнем случае по рекам, по причине сильной, более дешевой логистики. Именно поэтому на первое место рванулась Великобритания Восемнадцатом веке первое. На втором месте Германия, где сильно развита речная сеть и Балтийское море. Ну, в некотором смысле Балтийское море это большая репка. Третья страна это США, четвертая это Япония. В этом смысле СССР совершил подвиг, потому что у него логистики не было. Петр Первый рвался к морям ровно для того, чтобы обеспечить торговую. Так вот, если Транснет получается, я сейчас еще раз повторяю, не берусь сказать технически, то решается сразу несколько задач. Задача первая. А перевоспределяются финансовые потоки. Те, кто их получал раньше, морские державы, вынуждены частично поделиться с нами, с континентами. И мы таким образом перераспределяем в свою пользу тот прибавочный продукт, который образуется в уже падающей мировой экономике. Это эффект первый. Эффект второй. А мы открываем фактически новые рынки. Потому что те месторождения, которые очень легки для добычи с точки зрения их вскрытия и следствия, до которых невозможно было добраться, они вовлекаются в оборот. Расширение рынков это не только расширение продаж, это еще и расширение колониальной захвата. Это новые источники сырья, новые источники энергии. и масштаб этого вовлечения настолько велик, но если мы всю Евразию начинаем в эту сеть запускать, то во-первых построение сети становится рентабельным. Вот это главная проблема, с которой сегодня сталкиваются любые новые технологии. Последняя новая технология, которая реально пошла круто в жизнь, это мобильная связь в тех или вариантах. Ровно потому, что ее страшно дешевой. И то, те, кто помнит 1998 год, довольно много людей отказывались от мобильных телефонов. На самом деле, очень многие вещи, которые нам сегодня кажутся дешевыми, после кризиса, когда он войдет в полный рост, они станут снова дороги. Потому, что сократится количество потребителей и та часть сетевого инфраструктура, которая сегодня делится условно говоря на сотни миллионов, а то и миллиарды людей, будет приходиться на десятки миллионов. То есть, она увеличится с точки зрения составляющей части, увеличится в сотни, а то и в тысячи раз. Если сегодня она 2%, то она по сравнению с нынешней ценой 200-300%, то есть, иными словами, цена только за счет этой технологической части вырастет в 3 раза. Ну, и задайтесь вопросом, готовы ли вы платить за телефон в 3-4 раза выше, чем сегодня, если у вас падают доходы. А нужно же иметь в виду среднестатистическое население, людей небогатых. Ну, или на худой конец, они-то как бы телефон оставят для себя, все остальное тогда они будут закрывать, будут там на одной машине 10 лет ездить. Куда тогда дадутся все эти автомобили? И будет одна машина на семью, куда деваются все автомобильные концерты? Вот, с точки зрения ситуации, как я ее описал, транснет это технология, это механизм, который теоретически может решить две задачи. Первое, он выкинет часть старых отраслей, причем отраслей, которые добавляют колоссальный объем ресурсов. То есть, это не какое-нибудь там правство, на которое от общего от общего в ВВП уходит там одна десятая процента. Это вполне себе десятки процентов. Ну, хорошо, но пускай там 12-15, если мы рассмотрим всю транспортную сеть, на счет строительства дорог и всего остального. И это первое, то есть, мы высвобождаем колоссальные ресурсы, которые можно направить в остальное и в том числе на развитие самого транснета. И в этом смысле он самоокупается. Очень многие проекты, которые теоретически можно было бы запустить, сегодня практически точно не окупятся. И по этой, например, продление жизни до 120 лет. Это сегодня уже возможно теоретически, хотя это часто ведет крайне негативные последствия, там, кракуй, ко всему остальному. Но для того, чтобы это стало возможным для, ну, хотя бы не очень бедного человека, это нужно, чтобы нашлось десятки, а то и сотни тысяч, кто готов заплатить сегодняшнюю цену за это. Сегодняшняя цена это миллиарды долларов. Ну, хорошо, пускай сотни миллионов. Сегодня людей, которые могут заплатить сотни миллионов за увеличение продолжительности жизни не гарантированно, их практически нет. Вот. И, собственно, вот на этом как бы можно и заканчивать. И вещь вторая это перераспределение в пользу континентальных держав. Иными словами, мы не только получаем ресурс для развития экономики мира в целом, создавая некоторую отрасль, которая ресурс развития приходится на нас. То есть, мы на этом очень сильно выигрываем, ну, и как бы глупо отказываться. Собственно, вот на этом я хотел бы закончить, потому что моя часть закончена. Но вот еще хотел бы сказать, что вот то, что я сказал, это я не зря начал там от Адама, именно от 16 века, что то, что сегодня происходит, это объективное развитие событий. И то, как бы, требование к инновациям, в которых я говорил, что они должны быть самоокупаемые, и ресурсы они могут взять только за счет перераспределения, оно здесь выполняется. так что можно только радоваться. Все? Спасибо. Спасибо, что сказал. Я бы еще хотел, чтобы два слова ты пояснил именно по евразийскому вектору развития. То есть, почему сегодня именно евразийская интеграция, евразийский союз, это будет то направление, которое, во-первых, нам всем очевидно, а во-вторых, там, исходя из логики Данилевского, Гомилева, которое было там еще полвека-век назад, это естественный вектор развития, и мы в этом направлении не то, что вынуждены, а мы просто пойдем по этому пути, потому что другой интеграции быть не может. Так же, как и интеграция Европы, это тоже, в общем-то, естественный процесс. Вот можешь ты этот вопрос чуть-чуть прокомментировать, именно со своей точки зрения? Нет, но тут понятно, я же говорил, что это континентальное развитие. При этом континент, это все за исключением Западной Европы, которая очень изрезана морями, и которая поэтому относится к морской цивилизации, у нее нету потребности в этом. То есть, это ей, может быть, было бы интересно, если бы ей это дали, но потребности у нее нет. А на континенте абсолютно колоссальный выигрыш. И вот в эту игру, безусловно, нужно играть. И мы видим, кстати, что создавались всякие мировые империи, там, Чингисхана, до этого Тюркских Гаганат, ровно в те периоды, когда в результате обводнения степи, Гумилев про это писал, кстати, становилось, возможно, быстрое конное движение. То есть, кони бежали, травы было много, и, соответственно, можно было двигаться туда-обратно, вдоль континента, там, пошел к пути не верблюды, через пустыню, то есть, не караваны, и это было подвигом, можно сказать, каждое путешествие, а это было нормальное, за год можно было проскакать от Пекина до Москвы, без проблем, на лошади, любой человек это мог сделать. На самом деле, это некоторый аналог, но только еще быстрее. И, естественно, поэтому евразийское развитие, потому что континентальное, ровно тот кусок. Дальше там начинаются вопросы, то есть, как бы, будет ли Индия, соответственно, входить в эту интеграцию, или она будет считать отдельно, будет ли Китай в нее входить, или Китай все-таки попытается сделать морскую интеграцию, но это уже в Антике, потому что, собственно, евразийская часть, она в этом смысле у нее альтернативы нет. Вот, если мы посмотрим от от Иранского Анагории до Северного Ледовитого океана, от от Восточноевропейской равнины, на которой, собственно, основная Россия расположена, до Сахалина, тут нету никакой альтернативы. Поэтому, как раз, евразийская система будет активно. Михаил, большое спасибо. Я считаю, очень содержательно и для сегодняшней работы... Сейчас, секундочку. для евразийского развития это как раз, как Михаил показал, это естественный путь и как раз с его такими фундаментальными познаниями и в истории и в экономике я всегда с большим удовольствием его слушаю. Я тут недавно как-то прослушал его интервью буквально на ходу, как он давал анализ возникновения финансовой платежной системы. Я вам честно могу сказать, что хоть я об этом проходил и в аспирантуре, и в докторантуре, но таких интересных вещей встречается как бы очень редко. Поэтому, я думаю, что мы Михаила будем приглашать еще и не раз, и не два с конкретными вопросами, то есть, которые мы будем с вами формировать. И как раз в логике того, что мы сегодня с вами делаем, я думаю, что будет очень интересно и его экспертное мнение, и его аналитический взгляд на то, что происходит. А зачастую, я могу сказать, мы с ним и очень много спорим, то есть, у него и критический взгляд на очень многие вещи, в том числе и то, что мы делаем. Но это как раз будет и интересно и обсуждаться, и анализироваться. Я думаю, что такие встречи будут для всех, для нас большим, скажем так, и плюсом и большой пищей для размышления. Потому что то, что мы сейчас делаем и тот, кто приходит на такого рода встречи, вебинары, это, естественно, прежде всего анализ и для себя принятие решений, чем мы занимаемся, как мы занимаемся. И Михаил правильно для себя определил, что он не эксперт в технической точке зрения, он рассуждает как экономический и финансовый и просто аналитический эксперт. А мы с вами занимаемся средством конкретным проектом, конкретным техническим проектом, мы завязаны все в единую систему, и мы как раз для вас будем давать всю информацию, и экспертов, которых, я еще раз говорю, мы будем приглашать, они будут всесторонне освещать наш проект. А я бы хотел остановиться сейчас еще на двух аспектах, которые коснулся очень скользь, я бы сделал такой анализ, что как раз за последние 20 лет в период развития пятого технологического уклада, то есть все, что с собой принесла эра интернета, оно дало основное развитие для именно развивающихся стран, для странов БРИК, потому что здесь находится огромное количество населения, именно термин это наша основная цивилизация ввела развивающиеся страны, потому что если скажем 20 или 30 лет назад информационных коммуникаций на территории Индии, Китая, Боливии, Бразилии практически не существовало, а я могу сказать и на территории СССР, для того, чтобы 25 лет назад позвонить из Москвы в мою любимую деревню Кузидеево на границе Алтайского края, это было целое мероприятие, потому что один телефон на всю деревню, которая находилась в сельсовете, надо было пригласить родственников, чтобы они пришли в определенный час, в определенное время, туда набрать и тогда можно было пообщаться, это я могу сказать 24-23 года назад, сегодня мы с бабушкой общаемся по скайпу, она видит своих внуков, никаких проблем с этим нету, и это то, что сегодня пришло, и меня всегда вызывал вопрос, когда я видел там западный фильм, и возле телефонной будки стоит человек, и по фильму он звонит в другую страну, и ему звонят на телефонную будку, он снимает трубку, разговаривает, я могу сказать, 20 лет назад, когда я видел это, мне казалось, это полной фантастика, как можно позвонить на телефонную будку куда-то, так как для именно западной цивилизации коммуникации были довольно-таки развиты, это было естественно, то та сотовая связь, она хоть и произвела революцию, но все-таки менее существенную, чем для нас, когда вот сегодня, ну там мы общаемся, и в ближайшее время познакомимся с Виктором Васильевичем Морозовым, это наш председатель сейчас и это директоров компании, он рассказывал, как в начале 90-х годов они занимались торговлем угля из Кузбасса, и что было проблемой, чтобы узнать номера вагонов, которые отгружаются из Кузбасса, чтобы их потом загрузить на сухогруз во Владивостоке или в Находке, так вот я могу сказать, это было целое мероприятие дозвониться до операционистки на куда-нибудь разрез Кедровский где-нибудь в Кемеровской области, узнать у нее номера вагонов, потом их сообщить в порт, и все это уходило на круглосуточную работу. Сегодня, когда вагоны в онлайне отслеживаются и четко видно, где они находятся, с какой скоростью они движутся, когда их будет прибытие, как раз интернет дал абсолютно другую систему, а я знаком с трейдерами, которые грузят уголь, так они еще и видят погрузочные машины и сухогруз, куда-то, собственно, загружается этот уголь. Естественно, 20 лет назад это было невозможно, 10 лет назад это было возможно, но непреодолимо, сегодня это абсолютно реальная действительность, чтобы в онлайне, видеть передвигающийся груз. Так вот, это как раз информационная технология пятого технологического уклада, которая дала развитие именно на традиционные отрасли, и наложила возможности информационного обмена, то есть интернета, и получился новое, новое, качественное владение информацией. Так вот, сегодня развитие транснета, и это можно абсолютно четко утверждать, что для развивающихся территорий, о котором сегодня относится вся евразийская территория, даст настолько большой и сильный импульс, что, а тем более, что это еще и дает возможность, как сказал Михаил Хазин, еще и уйти от зависимости от океанских стран, и то есть делать внутри континентальный обмен и товаром, и сырьем, то соответственно, та теория, которая утверждает, что те страны, которые сегодня находятся внутри континента и включают свои месторождения в транспортную евразийскую сеть, которая сегодня создается, они получат настолько мощный, настолько серьезный импульс для развития, который сегодня оценить или переоценить невозможно. То есть мы приводили, и как раз в интервью, которое было перед сегодняшним вебинаром, я говорил о боливийском проекте, то есть это добыча железной руды в центре латинско-американского континента, то есть в Боливии находится за полторы тысячи километров от всех морских коммуникаций. Так вот, основная проблема там заключается в том, что джунгли, которые находятся в пойме Амазонки, разливаются и построить железную дорогу там невозможно, потому что когда спадает паводок, невозможно найти ни просеку, ни эту железную дорогу, вообще ничего. И соответственно, когда индийские металлургические концерны попытались разрабатывать эти месторождения и вложили там по их утверждениям 200 миллионов долларов, хотя там сами боливийцы говорят намного меньше, то они пришли к выводу, чтобы реализовать этот проект, надо собрать пакет инвестиций порядка 100 миллиардов долларов. И вторая проблема, которая существует там при транспортировке этой руды, что когда ее привезти на побережье и Бразилии, надо сделать еще мощнейший порт по перегрузке железной руды. Это тоже не решается сегодняшними технологиями, потому что там мелководие и соответственно никакой крупный балкер подойти к побережью не может, надо еще копать фарватер длиной 20-30 километров. Соответственно, этот инвестиционный проект оказался нереализуемый, хотя сегодня дефицит железной руды в металлургии он колоссальный, и как раз сегодня экономический рот отчасти в мире замедляет из-за того, что не хватает дешевого металла, а та рудная база, которая сегодня есть, она очень серьезно объединяется, и для того, чтобы вводить новые месторождения, необходимо все больше и больше инвестиций. И это вообще проблема горно-рудной отрасли, это по оценкам как раз Pricewaterhouse, они в конце прошлого года опубликовали свой годовой отчет именно для горно-рудной отрасли, и они там показали, что за предыдущий год на 100 миллиардов долларов инвестиций был всего 6% прирост рудной базы, при этом отдача на инвестиции очень серьезно снижается по сравнению с другими отраслями, и становится непривлекательными для инвесторов. И это как раз сегодня колоссальная проблема, потому что железная дорога не может вводить новые месторождения, потому что то, что сегодня можно было легко взять, уже выбрали, а те месторождения, которые богатые сегодня рудными, и есть необходимое сырье, находятся в труднодоступных месторождениях. И как раз вот этот разрыв, он все больше и больше накапливается, и он может быть решен только введением новой технологии, которая радикально изменит затраты на транспортировку. И как раз такой технологией является SkyWay. И здесь как раз я могу сказать, и я думаю, что на эту тему с Михаилом Хазиным, я думаю, что мы в ближайшее время сделаем совместное какое-то там заявление, это о том, что сегодня развитие Юго-Востока Украины без развития новой транспортной коммуникации SkyWay, именно основанной на добыче железной руды, а если кто не знает, могу сказать, что один из крупнейших мировых запасов железной руды находится сегодня в Юго-Восточной Украине. И как раз развитие транснета невозможно без того, чтобы добывать новые рудные месторождения, делать новые производства именно путевой структуры, которая потребует в ближайшее время огромное количество новых сталей. И как раз один из центров мировой металлургии это как раз будет Восточная Украина. И как раз ее развитие без этой логики просто невозможно. Потому что предположить сегодня другой спрос на сырье Юго-Восточной Украины сегодня невозможно. То есть те предприятия, которые дают сегодняшнее сырье и работают на сегодняшней базе без глубокой модернизации, они сегодня выключены из рынка, потому что есть более дешевые и более конкурентно способные производства. А с учетом экономического и политического кризиса говорить о том, что туда будет инвестировано серьезные средства и модернизировано производство под сегодняшние потребности говорить не приходится. Так вот только логика единого Евразийского союза и логика включения этой рудной базы в построение новой транспортной сети позволит утверждать, что Юго-Восток Украины является колоссальным потенциалом для своего роста и потенциальным для экономического развития. И это как раз наше утверждение, которое мы будем сегодня обосновывать, утверждать, делать под это бизнес-планы. Но сразу могу сказать, что развитие Транснета повлечет за собой первое, это развитие новой горно-рудной базы, а этих центров в мире не так и много, то есть как раз в европейской части это Юго-Восток Украины, на американском континенте это Боливия и частично западная часть, восточная часть Бразилии и там наверное частично это находится. В основные месторождения это в Боливии. Для центральной части это центральная часть континента это Юг-Западный Сибирь. Соответственно логика дальнейшего развития будет определяться именно развитие горно-рудной базы, дальше построение комплекса по выплавке стали, которое необходимо для развития сети и после этого именно построение самой сети. И поэтому когда Юницкий говорит, что в первый год мы будем как раз переориентировать уже существующее производство на потребности Skyway и Транснета, Михаил Хазин как раз сказал, что мы еще дадим новое инвестиционное направление и именно войдем на рынок инвестиций, когда для инвесторов будет интересно направлять именно в развитие такого рода компаний инновационных, которые могут дать существенность. Как раз это и будет первый шаг к тому, что в первый год, как мы предполагаем, запуска технологий будет построено несколько сот, может быть, до тысячи километров дорог, что потребует порядка 500 тысяч тонн стали и соответственно сопутствующих. Но потом по самым нашим скромным таким оценкам будет ежегодное удвоение количества построенных трасс Skyway и соответственно введение новых направлений и в месторождениях и потом в производстве и именно дальше уже потянется за собой машиностроение. То есть это целое направление, которое будет определяться именно спросом рынка. То есть когда станет очевидным и понятным, что построение транспортных коммуникаций следующее направление. Но опять же начнется это строиться очагами по мере того, как будет возникать и вводиться новое месторождение. Эта система все будет более и более ускоряться и как раз если за первые 10 лет по нашим оценкам опять же экспертным оценкам может быть построено от миллиона до 5 миллионов километров дорог, то дальше эта система будет ускоряться в геометрической прогрессии и как раз там уже в горизонте планирования 15-20 лет это будут уже десятки и десятки миллионов тонн и миллионов километров дорог. И как раз однозначно можно сказать, что в первой половине 21 века струнных транс по технологии Skyway будет построено больше, чем железнодорожных и автомобильных трасс вместе взятых. А это порядка 50 миллионов километров дорог. Поэтому когда Андрей Ховратов строит уже финансовую модель и показывает как привязана и капитализация акций и востребованность технологии опять же то о чем сегодня сказал Михаил как раз это все идет исходя из пессимистичного или очень скромного отчета исходя тех трасс которые будут строиться с применением технологии. вот поэтому однозначно можно утверждать что есть такие как мы называем бриллианты технологии Skyway или в такой транспортной системе которые будут строиться вне зависимости от того сколько будет построено в общем километров сколько будет заказов по всему миру есть участки которые просто сегодня необходимы для того чтобы расшивать их с помощью тех возможностей которые дает технология Skyway то есть это экономичность в строительстве это экологичность в эксплуатации и низкие себестоимости которые будут ложиться на конечную продукцию и то что еще вот сегодня затрагивалось и говорилось что океанский транспорт который сегодня идет все больше и большую глобализацию и укрупнению то есть сегодня уже там есть сухогрулы которые грузят по 20-30 тысяч контейнеров которые грузят уже по 500 а сейчас уже проектируются 600 тысячники балкеры которые перевозят руду соответственно уже ни для кого не новость это 500 тысячные тонны это танкеры которые перевозят нефть так вот сегодня огромное количество ресурсов находится единовременно в перевозке то есть в тот момент когда они транспортируются от производителя к потребителю и соответственно за счет того что морские расстояния и океанские это огромные расстояния это огромное время то есть это огромный ресурс который сегодня находится выключен из экономики а с учетом страховки перевозок а с учетом банковских процентов по вкладам которые идут это очень серьезный ресурс и как раз если мы сегодня с помощью возможности которые дает технология Skyway будем эти ресурсы высвобождать то это еще огромнейший потенциал в мировой экономике от нас как компания которая запускает эту технологию будет ресурсом для того чтобы именно ускорить и строительство самих и строительство самой развития самой технологии на всех технических аспектах мы будем останавливаться завтра то и завтра у нас среда как вы помните это именно технический момент и завтра мы больше будем разговаривать о технических моментах именно самой технологии и показывать ее конкурентное преимущество и соответственно технические решения которые позволяют реализовать эти конкурентные преимущества перед сегодня уже ставшими традиционными технологиями которые пользуются сегодняшняя мировая экономика ну вот дорогие друзья я думаю что сегодня больше задерживать все-таки ваше внимание не будем то есть сегодня мы как раз ограничимся как раз таким небольшим вебинаром благодаря тому что Михаил Леонидович нам очень четко и понятно рассказал ту вещь которую мы хотели от него услышать я как раз добавил то что связано непосредственно с технологией и именно с нашим направлением Skyway вот это экономическая часть для тех кто первый раз пришел все-таки тяжело сразу было включиться о чем идет речь и как поэтому я рекомендую приходите завтра завтра мы будем говорить о технических аспектах и больше как раз характеризовать техническую часть технологии Skyway и Transnet как и следующим воплощением вот и соответственно рекомендую и задавать вопросы в чате и соответственно есть уже огромное количество подготовленных или подготовленных именно специалистов которые вам очень четко объяснят те вопросы которые возникают именно кто первый подключился к этой программе а так я еще раз вам график нашей работы который будет на протяжении ближайшего месяца это первое понедельник у нас введение в программу Skyway то есть мы туда приглашаем всех новичков всех кто только подключился и именно входит в терминологию пытается понять о чем идет речь эту программу ведем веду я и Андрей Хавратов как директор по развитию и обучению нашей компании Skyway вторник это как раз экономика углубленная экономика которую буду вести я и привлекаем мы будем такого уровня экспертов как Михаил Леонидович я думаю он у нас еще не раз выступит с конкретными вопросами среда это технический день где мы будем останавливаться на технических аспектах технологии Skyway четверг это школа менеджмента проводят Андрей Хавратов и Сергей Семенов и сейчас мы ввели новую форму вы уже наверное все знаете это еще раз говорю что по субботам будет проходить обучение именно уже менеджмента Skyway вот это углубленное именно для тех кто подключается к этой программе и становится активным ее участником так Андрей подключайся на этом я буду заканчивать спасибо за внимание приветствую дорогие слушатели дорогие и хочу сейчас рассказать о том мастер-классе для инвестиционных консультантов который у нас готовится 17 мая так как мы работаем это прямые венчурные инвестирования в компанию Skyway здесь нужно четко понимать и разбираться в инвестиционных вопросах поэтому первый скажем статус обучающий наших акционеров партнеров то есть те акционеры которые хотели бы еще с компанией Skyway получать дополнительный доход или достаточно хороший основной доход и вы слышали Хайзин говорил о том что создание определенного рода разных специальностей если вот город много специальностей тогда он экономически разностребован это первое скажем специалисты в области продаж а вторая это специалисты в области инвестиционных знаний так вот мастер-класс быстрый старт инвестиционного консультанта создан для тех людей которые хотят с нами двигаться которые хотят получить новое образование потому что мы не стоим на месте я являюсь автором и создателем интернет обучающего проекта который не имеет сегодня равных в интернете это академия частного инвестора потому что мы независимая организация обучаем всему что есть в инвестиционном рынке и в данном случае здесь специализированное будет обучение именно инвестиционных консультантов чуть-чуть погромче сделай звук плохо слышно чуть-чуть усиленно по настройкам хорошо благодарю так вот дорогие друзья 8 сессий по 3-4 часа будут у нас каждую субботу только практические рекомендации потому что будут с вами делиться своими знаниями практики ваш планируемый результат который мы планируем и мы хотим найти тех людей которые хотят за два месяца заработать 350 тысяч рублей доход и более то есть это 10 тысяч долларов в месяц не в месяц за два месяца то есть в среднем 5 тысяч долларов в месяц кто-то будет больше зарабатывать кто-то меньше у нас есть результаты где люди заработали меньше чем за месяц эти деньги есть результаты больше даже миллиона так вот дорогие друзья это наша цель которую мы хотим найти в данном случае людей, которые хотят стать специалистами в области, скажем, привлечения инвестиций в компанию Skyway и при этом изучить, скажем, все, что есть на рынке продаж, как онлайновские продажи, точно так же и оффлайновские, то есть продажи, как говорится, на земле, продажи в интернете. Ваша планируемая структура за это время, мы планируем найти тех людей, которые готовы будут получить все знания и создать структуру с нуля тысячи инвесторов. Следующий момент, историческое событие, то есть вы первые выпускники по специальности инвестиционный консультант Skyway, то есть это войдет в историю и в будущем эти люди не просто станут инвестиционными консультантами, а в будущем будут возглавлять какие-то отделы и направления, связанные с разными спецификами, потому что благодаря компании Skyway я хочу вам сказать, огромный новый рынок, где будут создаваться новые инфраструктуры бизнеса. И вполне вероятно, люди, которые будут достаточно хорошо работать и специалистами некоторых направлений, они возглавят и отделы в будущем. Далее, получение профессионального опыта. Экономия до 2000 евро, дорогие друзья, потому что, ну, кто хочет, зайдите ко мне в академию, посмотрите, сколько стоит у меня обучение подобное, такое обучение стоит больше, чем 1000 евро. Это раз. Обучение по формированию потока, привлечения клиентов и продаж в интернете стоит тоже недешево, потому что я проходил в свое время, я обучал людей в оффлайне до 2010 года. В 2010 это молодые ребята тогда были. И с 2011 года я начал еще обучать и консультировать людей через онлайн. И вы экономите серьезные, скажем, деньги. И вы еще экономите время, то есть вы экономите 10 лет. И сертификация первых инвестиционных консультантов, это опять же историческое событие. Что мы будем изучать именно по бизнес-развитию? Как ваши смелые мечты претворить в реальность в течение 3-5 лет? Потому что самое главное, нужно понять, в чем заключается ваша мечта. Потому что многие люди зарабатывают маленькие деньги не из-за того, что маленькие зарплаты, а у них маленькие мечты. И мы с вами научимся здесь мечтать. Второе. Какие существуют рынки привлечения акционеров и как работать на каждом рынке? Нужно понимать, какие есть рынки. И на одном из вебинаров, кажется, 8-го числа я показывал возможности для партнеров и сотрудничества с компанией Skyway достаточно широкие. Здесь не только мелкие инвесторы могут привлекаться, но точно так же и крупные, как от директоров крупнейших предприятий с численностью тысячи, пять и десять тысяч человек. И точно так же крупные инвестфонды, инвестиционные компании. И мы с вами будем это изучать. Но это, скажем, вкратце пройдем. Более подробное обучение будет для инвестиционных менеджеров. Это следующий этап обучения. Далее, как запустить вашу многоуровневую маршруту на полном автомате? Потому что мы приняли способ привлечения инвестиций, ну, скажем, многоуровневую систему оплаты труда. Это достаточно прогрессивная форма, которая подняла ни одну компанию и ни один из нас в мире. И поэтому мы используем точно такие же системы. И плюс мы привлекали, не привлекаем сегодня, и к нам приходят специалисты очень высокого класса в этом направлении. Далее, как получить 100% инвесторов при общении с кандидатами? То есть вы поговорили с 10 людьми, и 10 человек станут инвесторами. То есть мы будем это тоже изучать. Как работать с крупными инвесторами? Что нужно делать, чтобы 80% родились в акционеров? То есть у вас есть, допустим, список ваших знакомых, людей, которых вы знаете, предположим, 100 человек. Что нужно сделать, чтобы 80 человек стали акционерами в течение года? То есть это я вам хочу рассказать. И пока же покажем это все из-за своего опыта, потому что у меня достаточно опыт большой именно в прямых продажах. Далее, какие четкие действия приведут вас к 100% результату? То есть 35 тысяч рублей за 2 месяца. Это то, что мы будем изучать по бизнес-развитию. Что мы будем с вами изучать по инвестиционному развитию? Инвестиционные стратегии в инвестировании. Какие существуют стратегии, нужно понимать. Потому что сегодня предложений в инвестиционных очень много. В Академии мы изучаем 22 направления инвестиционных, которые сегодня, так называемые, 22 рынка инвестиционных, которые существуют, разные сектора. Здесь мы пройдемся по самым популярным, таким вот 10. Обсосем эти все, ну я грубо говорю, да. Но изучим каждое направление, из чего оно состоит, и как необходимо, скажем, эти стратегии понимать. Далее, что такое венчурный рынок? Достаточно молодой такой рынок, которому примерно где-то лет 15-20. Капитализация Skyway в системе Transnet. Каким образом она происходит? Потому что задают вопросы, а как будет формироваться рост акций, а как будут формироваться, скажем, начисления дивидендов, ну и так далее. Это все мы будем изучать, и вы будете специалистом, потому что когда ваши кандидаты, ваши клиенты, с которыми вы будете работать, будут задавать вопросы, вы четко показывая, допустим, планшетку, а ты показали, либо компьютер, либо в интернете, вот через Skype или другие формы. Как быстро определять надежные инвестиционные предложения? Потому что инвестиционных предложений сегодня масса, особенно в интернете, и из них 95% это предложения, которые ведут к тому, чтобы забрать у вас деньги и не заплатить ни копейки. Огромное количество компаний, так называемые скамы, то есть это жулики, и понзи, это пирамиды. И нужно понимать, как их отличать и как определять, именно надежная ли эта инвестиция. Потому что, может быть, инвестиция высокорисковая, но она надежная, потому что мы работаем с надежной компанией. А большинство людей, особенно, антируют и высокорисковые инструменты, и объекты инвестирования, и еще ненадежные. И потом говорят, что инвестирование не работает. Далее, как определять инвестора, на каком уровне он находится, особенно когда мы работаем с клиентом, и нам нужно понять, существует несколько уровней, порядка 8 уровней мы разберем с вами, инвесторов, потому что на каждом уровне существуют свои философские понятия и умозаключения человека. И вы поймете, как нужно работать с каждым из этих инвесторов, чтобы дать им именно ту информацию, которая может его заинтересовать. Восьмое. Балансовая отчетность при инвестировании. То есть, необходимо понимать, какие основы существуют при создании финансового плана, инвестиционного портфеля. Это тоже мы с вами изучим, разберем. И вы знаете, специалистом, в данном случае, но достаточно продвинутым, который сможет ответить на многие вопросы, особенно в нашем сегодня направлении инвестиционного рынка, который расширяется очень серьезно. Поэтому, дорогие друзья, записывайтесь. Место ограничено. У нас больше 900 заявок. Зал всего лишь 1000 человек у нас, конференц-комната. Это будет проходить в онлайне в 11.00 по московскому времени в субботу. Это и Дальний Восток сможет подсоединиться, и Сибирь, и Центральная часть России, и Европа. То есть, сделали специально в 11.00 по московскому времени. Стоимость 3000 рублей или 60 тысяч акций вам нужно будет приобрести. Тот, кто уже приобрел эти акции, в личном кабинете заходите и делаете заявочку. Кто не приобрел, значит, у вас есть возможность либо купить акции, либо заплатить за обучение. И я хочу еще вам сказать, что в первом обучении у вас есть преимущества. Потому что в будущем обучении будут требования, как то, что нужно купить акции на определенную сумму, точно так же будет платное обучение, за которое вы будете платить. Ну все, дорогие друзья. Ну и что я хочу закончить. Что будет сертификация. То есть, вы будете отвечать на экзаменационный тест вопроса. Мы будем проверять. Будет много домашних заданий. То есть, вы станете специалистом за два месяца достаточно сильным в области как продаж и в области инвестиционных знаний как инвестиционного консультанта. Все, дорогие друзья. Я передаю слово Сергею Семенову. И до свидания. До четверга. В четверг у нас, если работа со мной и Сергеем Семеновым, это школа для начинающих партнеров. То есть, кто еще не определился, придите, посмотрите. Мы с вами там пройдем такой вот быстрый старт начинающего партнера компании Skyway. И вы узнаете очень интересные вещи, почему выгодно именно сегодня становиться партнером Skyway. Всего доброго. Пока-пока. Так, коллеги. Ну, я достаточно кратко. Я просто подрезюмирую то, что сказал сейчас Андрей. Мы сейчас начинаем очень сильно развиваться. У нас уже более тысячи партнеров по всему миру. В прямом смысле слова. Я уже давно не показываю вам статистики с экрана по поводу посещаемости нашего сайта. Ну, прошу вам поверить на слово. Скоро я их покажу обязательно опять. У нас более десяти тысяч уникальных заходов на сайт и так далее. А я прошу, чтобы вы осознали ценность того, что мы сейчас делаем. Мы сейчас определяемся с ключевыми партнерами, которые на льготных условиях, можно сказать, будут нашими представителями. То есть нашу модель, с которой мы достигли вот этих результатов буквально за 2-3 месяца, мы передадим ее упакованную со всеми инструментами. Она стоит в прямом смысле слова миллионы. Принести она может десятки миллионов. И в будущем вот это обучение и статус нашего партнера, он будет стоить очень дорого. Мало того, что большинство мест будет основных занято, во-вторых, условия и, так скажем, фильтры, которые мы будем ставить и предъявлять нашим партнерам, они будут достаточно жесткие и, как сказать, уровни, которые люди будут ставить нашим партнером, достаточно высоки. То есть потом статус партнера будет, ну, знаете, как там, ой, он там, ну, не знаю, там занят, там уже все, есть люди и так далее. Вот, пожалуйста, прошу отнестись к этому очень серьезно и, ну, не упустить свой шанс. Вот вы там часто говорите, вот он там вовремя оказался в нужном месте и так далее. Вот вы сейчас вовремя и в нужном месте. Лучше вот этого места сейчас просто нет. И условия, так скажем, здесь участия в этом процессе, то есть это же обучение, тот же фильм, до конца дойдут там далеко не все. Результат этот сделают далеко не все. Но и кто будет идти по пути, о котором мы будем говорить, кто будет выполнять те действия, о которых мы будем говорить, вы поймете, насколько это просто сделать результат, о котором мы заявляем. То есть сумма, ну, я понимаю многих, что 350 тысяч за два месяца это достаточно крупная сумма, вы ее не представляете, вы не понимаете, что значит заработать эту сумму. Мы вам эту сумму декомпозируем, мы вам покажем, как эта сумма делается, откуда она получается, что 350 тысяч за два месяца это список конкретных действий. И причем действий элементарно. Ну, если вам сказать, перегрузить тонну воды из одного места в другую, вы, наверное, не совсем знаете, как сделать. Если вам сказать, вот вам литровый ковш, вот вам 10-литровое ведро, сначала делайте 10 черпаний из тонны, наливайте ведро, переносите, выливаете. Ну, как понятнее становится. Вот примерно то же самое и мы вам дадим. Мы дадим те инструменты, которые пользовались мы сами, те, которые работают, это просто факт. Вот, поэтому 100% тот, кто будет делать, получит этот результат. И плюс говорю, не забывайте про то, что это делается, наверное, на таких легких условиях впервые. И мы только сейчас определяемся с нашими партнерами, кто будет нас представлять. Это первое, значит. Второе, как именно записаться на это условие. Вы, наверное, видели, что в нашей группе более уже там 900, наверное, заявок на это обучение. Коллеги, это была предварительная регистрация. Официальная регистрация, именно тех, кто будет проходить, она идет в личном кабинете партнеров. Значит, в чате я дал ссылку. Это видео, как в кабинете, именно в кабинете записаться на обучение. Условия на данный момент следующие. Если вы являетесь партнером компании Skyway, у вас разблокирована реферальная система. То есть вы либо ранее инвестировали 200 фунтов, либо вот с начала второго этапа инвестировали 300 фунтов. То есть у вас есть 60 тысяч акций и более. Для вас это обучение бесплатно, потому что вы наши партнеры. Мы это очень ценим и мы хотим, чтобы вы развивались. И в этом наш успех заключается. Второе, для тех, кто не является нашим партнером или является партнером на меньшую сумму. Для вас стоимость обучения уже сейчас 3000 рублей, она поднялась. Но это мы вас всех предупреждали с самого начала, что те, кто принимает решение быстро, те, соответственно, и на определенных условиях на бой лучше. Кто долго думает, есть такая, как там по лесу скачат. Первые едят ягоды, вторые листья, третьи ветки, а четвертые, ну, то, что осталось после того, что поели первые, вторые. Так что успевайте, время еще есть. Обучение начинается в субботу. Уже более 450 или 500, я сейчас не помню, уже занято место. Максимум 1000 мест у нас есть. Поэтому не упускайте свой шанс. Если вы не знаете, как зарегистрироваться в личном кабинете, еще не зарегистрировались и испытываете трудность, обратитесь к вашему вышестоящему инвестору и посмотрите, у вас это все есть в личном кабинете. Ну что, вроде все рассказал. Всех благодарю за внимание. Благодарю сегодня наших выступающих, нашего гостя Михаила. Благодарю Сергея Сибирюкова, Андрея Хавратова. Приглашаем вас завтра на техническую конференцию. Будет тоже очень интересно. И всего доброго. Не забудьте зарегистрироваться на обучение. До завтра.